Грохот над Петербургом ранним утром слышали даже на приличном расстоянии от места происшествия. Примерно в 4.45 произошел взрыв. Вспышка попала на видео, снятом в троллейбусном парке рядом с нефтебазой Невский Мазут на Глухоозерском шоссе. Это к югу от центра города. Пожарные справились быстро, люди не пострадали. Как выяснилось, цистерны были пустыми. Чуть позже в СМИ попали кадры, якобы снятые на территории базы. На них обломки беспилотника, видимо, часть винта и двигателя, обтекатель. Небо над аэропортом Пулково ночью и ранним утром закрывали для полетов. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что в результате существенного вреда имуществу нет. На месте ЧП, как сообщают городские медиа, повреждены припаркованные машины, в том числе автоцистерна, а в здании рядом выбиты стекла. Также на видео, снятом днем, заметные повреждения кровли. Миноборона никак официально не комментировала происшествие, но распространила сообщение о том, что уничтожен украинский беспилотник над Псковской областью. Примечательно, что после инцидентов на Петербургском нефтяном терминале в порту и на терминале Новотека в Усть-Луге на Афинском заливе, где случился пожар, объявили, что по ночам до 30 января могут быть сбои мобильного интернета у всех операторов в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Объяснили это работами по настройке радиочастотного спектра, передающего оборудование. И вот буквально в следующую ночь, после того, как этот срок завершился, произошла атака ППЛА на Северо-Западе. Редактор субтитров А.Семкин